Основная тема обсуждения – льготы на проезд в общественном транспорте, которые были отменены в конце прошлого года, что вызвало негативную реакцию пенсионеров. На минувшей неделе глава региона принял решение вернуть проездные тем, у кого пенсии не выше двух прожиточных минимумов, а это ориентировочно около 15 тысяч рублей. Анатолий Пахомов разъяснил, что вопрос этот решится окончательно на ближайшей сессии ЗСК. Это заслуга губернатора. А наша заслуга будет следующим. Чтобы, используя эти деньги, которые будут выделяться краем из краевой казны, мы создали так, чтобы не только муниципальный транспорт, но и коммерческий транспорт, частный, возил льготников. Чтобы они не ждали... Экономическая ситуация в регионе и в стране в целом сложная, и определенные политические силы пытаются пользоваться этим, чтобы сделать себе дешевый пиар. Ведь впереди осенние выборы в Госдуму. Но на провокации политиканов лучше не поддаваться, советуют власти. Такие действия, как перекрытие дорог, будут строго пресекаться, поскольку они угрожают нормальной работе городских служб, в том числе и экстренных. А вот к конструктивному диалогу власть всегда готова. Кстати, на встречу с пенсионерами руководство города приглашало и представителей КПРФ. Те отказались, сославшись на более неотложные дела. Еще одна тема, которая волнует пенсионеров – повышение тарифов на услуги САХа. Конечно, единый тариф и для коммерческих предприятий, и для пенсионеров вызывает чувство несправедливости. Но глава города решил и здесь поддержать старшее поколение сочинцев так, чтобы вернуть им те 70 рублей, которые они с 1 декабря вынуждены доплачивать к прежнему тарифу. Вместо 210 рублей вновь будут платить 140. У нас таких 43 625 пенсионеров. И мы готовы, вот нашли эти денежки. Нашли за счет сокращения муниципальных учреждений. То есть мы их сокращаем с февраля месяца и как раз это будет сколько? 48 миллионов. Это вот пока такая мера. Но если есть какие-то, я же еще раз говорю, мы считаем, что надо посоветоваться. Считаете, это правильно же будет, да? Все вопросы решаемы, говорит глава города. Что касается социальной сферы, в Сочи на протяжении всех последних лет действуют местные льготы, которых нет ни в одном другом муниципалитете края. Например, 16 категорий жителей, а это 13 тысяч человек, получают дополнительную помощь за счет городского бюджета. Сочинские пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога. Только из-за этого городская казна не добирает ежегодно около 30 миллионов рублей. Но, по словам Анатолия Пахомова, от этих мер социальной поддержки власти курорта отказываться не намерены. По итогам встречи пенсионеры предложили создать инициативную группу, которая будет координировать действия и вносить предложения, направленные на то, чтобы люди в возрасте были услышаны чиновниками на местах. Для пенсионеров, конечно, особенно, потому что у них больше всех наболевших вопросов. Понимаете, они не могут получать ответы, ходят по общественным организациям, и их, в общем-то, в футболе туда-сюда. А здесь действительно Анатолий Николаевич всегда дает конкретные ответы. Он действительно открыт для людей. И когда на приемы к нему приходят, мне всегда нравится, потому что там сидит его команда, и если нет, там присутствует какой-то вопрос, не может решить, он тут же звонит и тут же по телефону решает этот вопрос. И чем чаще мы будем встречаться, тем легче будет работать в городе. Когда тесное общение идет с главой города, с главой района, то, конечно, эти глобальные вопросы принимают особые решения и в положительную сторону для жителей города Сочи. И меня очень волнует, что люди, недоумевая это, идут на провокации. За тарелку супа и за 100 рублей по списку устраивает такой дебош в городе. Я считаю, что в 21 веке это недопустимо. Говорили на встрече и о многих других городских проблемах. По словам Анатолия Пахова, отныне такие встречи будут проходить регулярно во всех районах города. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Сосардевать надо!